Доброе утро, дорогие телезрители! Александр Маршалл сегодня гость нашего эфира. Ура! Заслуженный артист России, рок-музыкант, певец и автор песен. Александр, здравствуйте! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, что вам помогает зарядиться положительным настроением? Каков рецепт идеального утра для вас? Вы знаете, они вот эти утры бывают настолько разными, что я даже не могу сказать какой-то, как привести какой-то конкретный пример. Я вообще жаворонок, я очень люблю утро, я люблю просыпаться рано, когда вот даже солнышко встает. Если это на рыбалке, это вообще чудесно, зорька и так далее. И если это дома, то обязательно, конечно, какие-то такие дела, связанные с физическим состоянием, вот, и планочки такое все. То есть я предпочитаю спорт в виде притяжения земного. То есть отяжеляющие всевозможные железо и так далее, это не мое. А вот то, что нас тянет к земле, то есть планки, отжимания, пола, потом пресс и так далее. То есть земля, матушка, вот главный тренер спортивный. А на завтрак любимое блюдо? Ну, по-моему, я очень люблю яичницу, амлет. А вообще домашнюю кухню больше любите или что-то экзотическое, изысканное? Ну, экзотическое вряд ли, потому что, как показала практика моей жизни, мы, в общем-то, люди, рожденные в этой части земного шара, как-то не очень восприимчивы к экзотической еде. То есть мы можем, конечно, попробовать, но у меня, например, есть сертификат, который гласит о том, что я ел гремучую змею. Это что за документ еще такой? Это когда мы были на гастролях с парком Горького, на гастролях в Америке и в штате Техас, заехали в один из ресторанов пообедать, и там в меню была rattlesnake, ну, гремучая змея. Мне стало интересно, я говорю, действительно, они говорят, да, пожалуйста, если хотите, закажите. Я заказал, в общем, по вкусу нечто такое куриное, мне так показалось. Ну, и когда я это все съел, мне дали такой сертификат, что я в таком-то году, в таком-то месте, во столько-то по времени съел гремучую змею и являюсь теперь почетным членом змеи-едов. Забавно, конечно. Александр, поклонников у вас миллионы, и Новосибирск приезда вашего ждал с нетерпением. Спасибо. А у вас с чем ассоциируется этот город? Да, во-первых, это, как бы, вы знаете, тут из этого города очень много моих друзей, вот, новосибирцы. И многие из них теперь живут в Москве, некоторые живут за границей, есть, которые остались здесь, и поэтому с этим городом, ну, как-то часть моей родины. Новосибирск вообще, вот, вся Сибирь для меня это родной дом. Ну, я бываю здесь во многих городах, и уже в некоторых из них бывал по многу раз, так что дом родной. Жизнерадостный, открытый, сильный, мужественный, говорят о вас. Но никто не знает нас лучше, чем мы сами. Как вы себя можете характеризовать? Ой, ну, знаете ли, даже вот до этого возраста, как бы, происходят некие оценки, переоценки, я не знаю, недооценки своей деятельности, своей жизни. И очень часто приходится сравнивать себя нынешнего с прежним. И есть такие моменты, когда мне очень стыдно за мое прошлое, я бы с удовольствием изменил, но, к сожалению, это невозможно, потому что обиженные, например, мною люди, их просто нет на свете, они уже ушли. А попросить прощения не у кого. Ну, конечно, я это делаю в храме. Вот, но, то есть, ты понимаешь, что, если бы это происходило сегодня, то ты бы этих ошибок уже не сделал. Понимаете, да? Вот, поэтому, поэтому радуйтесь каждой секунде этой жизни и поймите, что второй такой не будет. Что-то я с утра, по-моему, так подгрузил всех, да? Лопаткой. О правильных и важных вещах говорим. Ну, да. Твою первую песню вы написали на стихи Александра Сергеевича Пушкина в своих 13 лет. На стихи нашего, это наше все. Так вот, скажите, пожалуйста, классика на вашей книжной полке какое место занимает? Ну, понятное дело, что это, конечно, все те книги, которые были включены в общеобразовательную школьную программу. Это и Толстой, и это, ну, это, господи, мы все это знаем прекрасно. Вот, ну, я очень люблю Булгакова, и у меня есть практически все его произведения. Когда в советское время я читал «Мастера и Маргариту», он был запрещенным, этот роман. Ну, как не то, что запрещенным, он просто как-то не приветствовался. Его нигде нельзя было купить. На книжных развалах его не было, в книжных магазинах тоже не было. И было такое издательство «Посев», это заграничное, да, европейское издательство. Они выпускали такие книжки в сжатой форме, такие очень мелким шрифтом написаны, порой даже с орфографическими ошибками. И вот у меня была такая книга, которую мне дали прочесть буквально там на 3-4 дня. Я проглотил совершенно быстро этот роман. И в этот самый момент я жил на Патриарших прудах в Москве, как раз где происходили все эти события. Где Аннушка развела масло, где встретился волн с, значит, с ребятами с бездомным и так далее. То есть, вот, выгляни в окно и увидишь, где все было. И я ходил, искал эти места, и потом я нашел квартиру номер 50. Сейчас там музей Болгарова. Впечатлила вас книга, конечно. Да, конечно. И там было все исписано цветными мелками, углями, не знаю, все было исписано выдержками из романа. И вот эта лестничная площадка, где находилась квартира номер 50, потолки высокие, все исписано. И вдруг я так поднял голову вверх и увидел на потолке лицо Понтия Пилата, нарисованное пастельными мелками. Причем так здорово нарисована, какой-то художник постарался. И куда ты не пойдешь, он так за твоей глазами наблюдает. Вот, заглянул в щель этой квартиры, там такая лампочка горела, какая-то тусклая. Ну, тогда там действительно была еще, в советское время, еще была квартира коммунальная. А потом, уже спустя много лет, я побывал в этой квартире уже как в музее. Там, кстати, очень интересно, и все приближено, обстановка приближена к боевой, так скажем. То есть так, как описано это все в романе. Интересно, заслушаешься. Вы так рассказываете, вкусно, красиво. Александр, учитывая, конечно, специфику вашего рабочего графика, понимаю, что свободное время – это для вас, наверное, что-то недостижимое. Или все-таки устраиваете себе такие праздники, делаете себе такой подарок? Ну, конечно же, я же говорю, я такой же, собственно говоря, как и вы. У меня существуют выходные дни, у меня существует отпуск, как у всех людей. Только с единственной разницей он не летом, а в январе. Это вот полмесяца я могу отдыхать, отключив мобильный телефон. И, то есть, не занимаясь ничем. Практически, ну, как правило, это происходит на каких-нибудь островах. Это уже не первый год, мы собираемся в компании, летаем, там, Дима Харатьяна, Михаил Сергеевич Боярский, Олег Митяев, вот такой компанией. И летаем на один из островов Мальдивского, так сказать, Мальдивской гряды, этой вот цепи островов. Вы никогда не бывали на Мальдивах? Я пока нет. Ну, очень, очень замечательно, красиво. Во всяком случае, мне это помогает пережить зиму. Морская вода в сочетании с солнцем – это аккумулятор, который мне отдает свою энергию, потом я себя весь год чувствую хорошо. Если я раз в год не побываю на морском берегу, неважно каком вообще, то я чувствую себя разбитым, уставшим. Спасибо вам большое за честные ответы, за интервью такое легкое, приятное. Что вы сегодня хотите пожелать телезрителям? День только начинается. Друзья мои, вы знаете, желать чего-то сверхъестественного я не могу, да и не хочу, потому что в этом нет никакого смысла. Вы знаете, высокие слова на эту тему, они, как правило, обречены на провал, потому что мы живем каждый день, и каждую секунду нас окружает жизнь. Поэтому я желаю вам вот в те минуты и секунды, когда эта жизнь вас не очень устраивает, все-таки находить в себе силы и радоваться ей, этой жизни. Здоровья вам, благополучия, храни вас Господи. Спасибо.